Он бальяжно сидит, это вообще, это, я даже не знаю, как сказать, люди, которые наживаются на других людей, это уже не люди, это уже не люди. Вам надо в монастырь идти и заваливать грехи. Так что делать, может посадить его на 150 лет? Арестовать его надо. Можно я прокомментировать? Подождите, я же пришел не с пустыми руками. Ну не с пустыми руками. Вот. Сейчас, в конце передачи. Войдет конвой, и Сергей Пантелеевич наручники, и надолго, далеко за Урал, в районе Магадана. Без суда. Суд будет. Потом. Суд обязательно будет. Это временное задержание на период, так сказать, судебных избирателей. Сегодняшний день является должником в рамках исполнительных производств. Он должен более чем 4 миллиарда рублей, это по решениям хамовнического суда, по пострадавшим гражданам более 200 человек на сегодняшний день. А назовите мне хоть одну меру, которую вы считаете, я мог бы принять. Вы устроились бы на работу. И заработал бы 4 миллиарда. И заработал бы 4 миллиарда. Да если вы по рублю начнете возвращать гражданам, это уже действие с вашей стороны. Сергей же может назвать соучастников, у которых есть деньги. Вы же знаете... Вы тоже уверены, что деньги не могли исчезнуть? Деньги есть. Называйте фамилии. Министров, губернаторов, ответственных чиновников. Они ваши деньги взяли, вы правы. Но вы им помогли, вы соучастники. Деньги ваши целы. На них построены дачи, куплены спортивные яхты, клубы. То есть все деньги ваши пущены в оборот.